Память миллионов погибших украинцев в результате искусственного голода 30-х годов почтили и в Вашингтоне. К мемориалу жертвам Голодомора пришли представители украинской диаспоры, дипломаты, американские конгрессмены. Как вспоминали украинскую трагедию в репортаже корреспондентов UATV? Об ужасной украинской трагедии Голодоморе 30-х годов помнят и за океаном. Здесь, в центре Вашингтона, люди собрались, чтобы почтить память жертв насильственного голода, унесшего миллионы жизней. Украинцы в Америке, Канаде, Европе и других странах стараются сохранить эту память. И община здесь, в Вашингтоне, стараются рассказать больше об этом миру. Потому что это не только горе для Украины. Это мировая трагедия, которая никогда не должна повториться. В руках свечка и колоски пшеницы, как символы вечной памяти. После молитвы их оставляют здесь, у мемориала. Мой дедушка пережил Голодомор, и ему будет летом сто лет. Он рассказывал, что забирали еду, просто заходили прямо в дом и забирали. Это была попытка Советского Союза и Сталина сломать украинскую нацию. И у него это не получилось. Украинский дух выжил, хотя погибли миллионы людей. Американцы разделяют эту боль. Поэтому мемориал жертвам Голодомора находится в самом центре Вашингтона. Соединенные Штаты не просто называют Голодомор 30-х годов трагедией, но и официально признали его геноцидом украинского народа. Соответствующий документ Конгресс принял в декабре прошлого года. Нужно называть вещи своими именами. Это был геноцид, и мы благодарны, что США признали Голодомор именно геноцидом. Это ключевой факт в этом вопросе. Помня и зная нашу историю, США поддерживают будущее Украины и много вкладывают в это будущее. Такими акциями люди обращают внимание жителей Вашингтона к трагедии Украины. О мемориал в самом центре американской столицы говорят представители украинской общины. Доказательство поддержки Вашингтона. Анжела Рыжко, Павел Суходольский, ЮЭТВ.